Друзья, всем огромный привет! Рада всех видеть на канале. Наконец-таки я села снимать данный обзор. Мне кажется, данные товары пригодятся любому члену семьи, и обзор будет называться Товары с Валберис за копейки. Стоили они действительно очень-очень бюджетно. Меня как раз-таки привлекла функциональность данных товаров и цена этих товаров. Сейчас, после того, как я отсниму обзор, я поделюсь с мамой этими товарами, потому что я брала, старалась брать даже наборами, чтобы было всего немножко побольше. Не забудьте, кстати, поставить лайк данному обзору и подписывайтесь на канал, чтобы в дальнейшем не пропускать такие же интересные обзоры. Ну а мы давайте будем начинать смотреть целый пакет различных классных-классных находок, которые пригодятся абсолютно-абсолютно любому. Первый товар, который я вам хочу показать сегодня, он призназначен для хозяюшек, которые приносят пакеты из супермаркетов с продуктами, а потом эти пакеты складывают в какие-то другие пакеты. Оказывается, для этого дела на Валберис продается вот такая вот классная корзина, которая называется «Корзина для пакетов». У меня в дизайне яблочки. Я ее еще не складывала, решила вам показать, как все это дело приходит. И, конечно же, сейчас я вставлю видео, чтобы вы смогли увидеть, как данная корзина выглядит в реальности. Было очень-очень много отзывов, и отзывы были поистине положительные. И я подумала, почему бы и нет, мне такая корзина тоже очень-очень сильно нужна. Выглядит она добротно. В комплекте идет два крючка, которые такие вот съемные и разъемные. Они движутся, и я думаю, что при сборке я останусь довольна. Сегодня я ничего собирать не буду. Я хочу вам показать, как все приходит. А функциональность вы будете видеть в карточках продавца, которые я буду, конечно же, сегодня вставлять в обзор. Так, далее давайте будем переходить к следующему товару. И я, скорее всего, буду показывать рандомно, что еще. Начнем с большого товара. И это вот такой вот товар. Называется коврики для холодильника. Стоили они тоже очень-очень бюджетно. Как-то я даже и не задумывалась, что мне нужны коврики для холодильника. Я постоянно этот холодильник все мою-мою-мою. И вот я подумала, что почему бы не взять силиконовые коврики, которые облегчат мою жизнь. И я перестану намывать каждый день до через день холодильники. Они шли в различных оттенках. Но я взяла самые-самые дешевые. Бывает, что там зеленые самые дешевые, либо какие-то светлые самые дешевые. И поэтому смотрите. Ссылку я оставлю в описании. Там вы увидите и цены, и, конечно, различные оттенки. Но они добротные, они хорошие. Да, их, мне кажется, будет очень-очень легко мыть. С этим не будет никаких проблем. Аромата никакого нет. Конечно, безусловно, я оставлю положительный отзыв. Продавец указывает, что защищает от грязи, каких-то повреждений. Легко моется. Помогает сохранить продукты свежими. Подойдет для холодильников и для северовки стола. Ну, хорошо, очень хорошо. Этой покупке я тоже очень-очень сильно рада. Далее, следующая покупка за копейки. Она тоже идет для холодильника. И она меня очень сильно заинтересовала. Это вот такая вот классная морковка. Тоже уже после съемок я ее пущу в использование. Эта морковка, она вытягивает какие-то неприятные ароматы из холодильника. Правильно называется поглотитель запаха морковка. Ну, в общем-то, я так и сказала. Для дизайна тоже смотрится стильно. Сама морковка, она идет пластмассовая. Здесь вставлены мешочки, которые три месяца будут вытягивать неприятный аромат. Ой-ой-ой-ой-ой, морковка у меня развалилась. Без спецэффектов никуда. Но мы сейчас все это дело соберем. Вот такие вот мешочки, которые действительно будут помогать вытягивать неприятный аромат. Ну, теперь я знаю, как разбирается данная морковка. И это все очень-очень легко. Возможно, даже на Валбересе продаются вот эти вот мешочки отдельно. И можно сэкономить, купить, а морковку эту оставить. Пускай она остается и служит. Так, далее. Следующий товар, который тоже куплен за копейки. И он предназначен для кухни. Он стоит что-то меньше 100 рублей. Это вот такая вот точилка для ножей. Давно я думала, подумывала что-то такое купить. Но все никак, как-то у меня не доходили руки поискать. Какой-то приличный такой агрегат. И вот, пожалуйста, я нашла. Я уже один раз попробовала заточить. И два раза вот так провести ножом. Он очень хорошо затачивается. Да, он очень-очень становится острый. Поэтому нужно быть осторожным. Так что берите на заметку и приобретайте вот такую вот классную точилку для ножей. Так, следующий товар. И давайте, наверное, посмотрим товар, который для меня очень сильно актуально. У кого есть животные, у кого постоянно, везде какая-то шерсть. Я думаю, что вы обратите внимание на вот такой вот классный ролик. Это ролик, который можно мыть. Его я еще не вскрывала и не тестировала. Но по отзывам он прям, говорят, классный. Конечно, сейчас я хотела вам показать его в таком первозданном виде. После того, как им убираешь шерсть, можно его помыть. И он заводного начинает работать. То есть не нужно покупать насадки, которые потом нужно менять, которые стоят денег. И давайте его сейчас вскроем и посмотрим, как он выглядит. Все, убираем вот эту вот пленку. И ролик становится очень-очень такой липкий. И сейчас я даже попробую свою кофту. О, боже мой, как хорошо он чистит. Боже мой, какой кайф. Почему я раньше не знала об этом ролике. И вот сейчас, если я поднесу близко, если вы увидите, посмотрите, он весь в таких вот катышках, каких-то волосинках кошачьих. И потом, после обзора, я его помою и опять буду им пользоваться. Хорошо, что у него есть чехольчик, который его защищает от дополнительных загрязнений, от дополнительных каких-то помывок. Так, следующая покупка. Давайте, наверное, покажу. Она стоила чуть дороже, но она идет в соотношении прям на огромное применение времени. Вернее, на огромное применение количество стирок. Это вот такие вот ловушки для цвета ткани. У меня постоянно ткань окрашивается. 20 штук. Вот эта вот компания Либерхаус, она меня просто поразила. Когда-то я приобретала средства от жира в магните. Потом оно пропало. И вот эти вот ловушки я, к счастью, нашла на Валбересе. Уже ими пользуюсь. Подарок мне прислали. Аромаэффект кондиционер для белья. Вот такое вот. Ну, тоже приятно. Применю. И здесь 20 штук. Ну, самый прикол того, что их хватает не на 20 применений, а на 40. Соответственно, эти салфетки, их можно просто-напросто разрезать. Вот я уже стираю, разрезаю напополам. Потому что для стирки вот такая вот огромная салфетка. Но она очень-очень большая. Соответственно, цена-качество здесь просто потрясающая. Так что, кто не любит испорченные вещи, обратите внимание на вот такую вот классную, просто потрясающую находку с Marketplace-а Валберес. Так, далее мы продолжаем. И сейчас как раз-таки мне попадаются товары, которые нужны для стирки. Тоже безумно полезная вещь. Это шары для стирки, для стиральной машины. Эти шарики помогают не сбиваться пуху, колофайберу, или как он правильно называется. И пуховики какие-то, курточки, они остаются в первозданном виде. Я уже, конечно, не смогла, чтобы не протектировать. Я подумала, что это полная лажа. Но нет, они настолько классные, они настолько рабочие. Действительно, вещь остается такая прям как новенькая после стирки. Их здесь шесть штучек. Они разноцветные, они такие прям классные. И они, что сам они есть, рабочие. Они выполнены из силикона. И здесь даже есть котик, что надеемся на положительный отзыв. Вот, кстати, котики у меня оценили как игрушку. И приходилось мне прятать, чтобы это все не ушло куда-то, не понять куда. Так что эти товары я рекомендую, проверенные, работают суперски. Стоят тоже очень-очень бюджетно. Мы продолжаем и переходим к следующему товару, не менее крутому. И спасибо Валберис за такие находки по такой классной цене. Этот товар довольно-таки громоздкий. Надо было мне его показать в самом начале. Но ничего страшного. Я думаю, что я его куда-нибудь сейчас умещу. Давайте покажу. Это вешалка, на которой можно сушить какие-то маленькие вещи без использования занятий огромного места. То есть все очень экономично. Тоже буду вставлять опять-таки видео продавцам, фотографии, которые показывают, как данной вещью пользоваться. Находила я несколько продавцов. Цены были разные. И этот продавец продавал самобюджетно. И отзывы были тоже очень такие положительные и классные. Давайте вскроем, посмотрим. Сегодня у меня пойдет все это дело в применении. Буду и носочки, буду и еще что-нибудь. Возможно, даже какие-то мягкие кружки сюда навешивать и сушить. Да, по функциональности очень даже неплохо, очень даже хорошо. Мне нравится. Смотрите, какая прелесть. Здесь получается 10 крючочков. Можно повесить на улице, либо дома, где-нибудь на шкаф или еще где-то. И будет все сохнуть, не будет терять вещь. Свою какую-то красивую такую именно форму. Ну и, соответственно, очень мне понравился этот товар. Я тоже могу его рекомендовать. Так, далее. Так, и его не видно стало. Так, поэтому мы делаем вот так. И переходим к следующему товару. А следующий товар не менее классный, не менее полезный и не менее крутой. Да, сейчас товары будут идти примерно в одном направлении, но будут и новинки, и какие-то такие прям интересности. Давайте, наверное, остановимся на крючках. Нашла я еще один набор интересных крючков. И такие крючки мне показались прям конкретной находкой для тех, кто тоже любит экономить много места. Эти крючки веса шеются на шкаф, и они тем самым дают возможность шкаф закрывать. Я взяла набор из двух штук. Выполнены они очень-очень круто. Я себе оставлю один крючок, один поедет к маме, поэтому его открывать не буду. У меня они светлые, металлические. Я вижу, что они классные. Вот эти вот наконечники, на них надеты силиконовые заглушки, и ничего нигде не повредится. Но очень классный крючок, тоже вам рекомендую. Так, далее, следующий товар. И здесь у меня устройство для того, чтобы вешать кухонный, либо полотенце для лица. Вот такой вот наборчик из трех штук. Можно подумать, что здесь какие-то таблетки. Но нет, это что-то более интересное. Тоже я, когда знакомилась с данным товаром, я все посмотрела, и мне очень-очень сильно понравился. Себе я оставлю один или два. Один или два дам маме. Она тоже заинтересовалась и говорит, снимай скорее обзор, потому что мне срочно нужны вот такие вот штуковины. Как это все работает, вы сейчас уже увидели, но мне хочется самой потестировать. Да, действительно, очень удобно сюда, допустим, вставлять полотенце. Ну, круто. Приклеить и вставить. Ну, да, для удобства это очень-очень круто. Так что эта находка прям точно мне была нужна. Я осталась в нее в восторге. Так, вижу еще находки, но не понимаю, что это такое. Так, все увидела, потому что здесь было написано. И это вот такая вот штуковинка. Давайте ее вскроем и посмотрим, как она выглядит. Это для ванной комнаты. Боже мой, как это все собирается. Я пока еще не могу сообразить. Но знаю одно, что сюда вставляются зубные, зубная паста, а сюда вставляются щетки. Это все приклеивается. Так, это все как-то приклеивается. Боже мой, как же это все? А, все. Вот так вот, наверное, или как? Боже мой. Фух, я разобралась. Все это делается намного очень легко. И вот это все пришпандеривается к стенке. И, соответственно, данная конструкция уже будет в рабочем состоянии. Ну, круто. То есть, соответственно, это можно все снимать, мыть. Потому что когда-то это все начинает загрязняться, запыляться. Ну, круто. Я довольна, я рада, что я приобрела этот товар. И на этом еще не все. И тут у нас еще одна штуковина, которая показалась мне безумно интересной. И я не смогла пройти мимо. Это называется... Так, конечно, я обрезала, как это называется. Так, это мыльница. Мыльница. Мыльница магнитная. Я заинтересовалась данной темой именно, чтобы мыльница не стояла, чтобы мыльница висела. И поэтому я взяла здесь двухсторонний скотч, который мне главное не потерять. Ну и сама мыльница. Соответственно, вот эта вот железка вставляется в мыло. И потом это все дело примагничивается. Ну и сама мыльница прикрепляется к стене. Тоже крутая. Крутая находка. Бюджетная, но очень-очень рабочая. Буду тестировать. Буду это все у себя применять в хозяйстве. И я надеюсь, что именно данные товары, возможно, вам тоже понравятся. И вы захотите их заказать. На этом я буду заканчивать. Думаю, что данный обзор с находками товаров с Валбереза Копейки не последний. Буду искать что-то еще очень-очень интересное. И буду делиться ссылками с вами. На этом я прощаюсь. Желаю вам всем здоровья, мирного неба над головой. И пока-пока.